Не всех лет монеты доходят до нас в хорошем состоянии. При их указанных тиражах случилась ошибка. Возможно, у вас в коллекции появится необычная монета. Приветствую, зрительный канал Заметки Нумизмата. Поговорим немножечко о золотых монетах Николая Второго. Многие знают, что это моя тема излюбленная. А вот среди монет тоже бывают случаи монет, хоть и излюбленных, но, к сожалению, редко радующих. Не всех лет монеты доходят до нас в хорошем состоянии. Те годы, когда монеты чеканят хоть и массовыми тиражами, но последующего активно используются в обращении, зачастую дарят нам крайне мало приличных экземпляров. Один из самых проблемных, с точки зрения состояния дошедших до наших дней монет, год 1900. Год интересный, и рубли, и полтины, и даже 25 копеек выпускались в 1900 году, и все они огромный дефицит. 1900 года, 25 копеек, редкие, дорогие. Рубль и полтина, хоть в последнее время и значит, во многих справочных, как типовые, на самом деле, встречаются очень редко, в разы реже, чем год 1901. Скорее всего, при их указанных тиражах случилась ошибка, так как уже в 1900 году, скорее всего, начали чеканить монеты следующим годом датировки. Золотые монеты, в первую очередь, 5 рублей, хоть и встречается достаточно много, и часто в обиходе их называют инвесторы, коллекционеры, дилеры простые, но в том смысле, что это не какие-то редкие годы, не особенное состояние, но беда в том, что крайне редко встречаются в сильном состоянии. И обычные 5 рублей с типовым для этого года портретом ЛШ-5 по Каюмову, и реже встречающиеся с предыдущим портретом ЛШ-2, характерным для 1898-1999 года. Мы не забываем, что в 1900 году также чеканить монеты с большой головой. В 1900 году большая голова на пяти рублях даже некоторым специалистам выделяется в отдельный тип, который так и называется, большая голова тип 1900 года, в принципе, соответствующий ЛШ-6 по Каюмову. Конечно, специалисты правы, но надо сказать, что вообще в каждом году изображение немножечко отличается, поэтому нельзя сказать, что одинаковый портрет, скажем, большая голова 97-98 года, будь то ЛШ-4 или ЛШ-6, маленькая разница все равно может быть найдена. Но если только эти монеты не чекались вообще одновременно, просто с разной датировкой. А вот 5 рублей 1900 года с большой головой являются относительно редкими, еще сравнить с другими такими большеголовиками, как их часто называют. К тому же именно монеты 1900 года абсолютно точно доказанные как монеты имперской чеканки. Это не значит, что большие головы в предыдущих лет чекались в советское время или еще какое-то другое время. Но по монетам большая голова 5 рублей именно 1900 года, их происхождение в имперское время абсолютно доказано. Доказано кладами датированными, когда мы точно знаем, в каком году этот клад возник, кто конкретно его спрятал. И в этих кладах большие головы 1900 года встречаются в большом количестве. По поводу других монет с большой головой, тоже есть сведения о их встречаемости в других кладах, но не всегда можно эти клады идентифицировать точно по времени заложения. С 1900 это абсолютно так. Но, к сожалению, именно большеголовики 1900 года исключительно редко встречаются в сильном состоянии. Бывает, перебираешь десятки монет, смотришь, выискиваешь, ну вот вроде бы все на месте. И рельеф, и блеск яркий, и полиполированное, но по факту монета высокой оценки у специалистов не получает. Она все же была в обращении, следы этого обращения хоть немножечко и видны, и поэтому монеты оценены невысоко. Жаль, для редкой монеты. Но бывают и совсем уж неприятные случаи. Вот пример. Пять рублей 1900 года. Большая голова, красивая монета, яркий блеск по полю, очень редко такой встретишь на большеголовиках. Нет, блеск встретить можно, но обычно характерный матовый от недополированного кружка. Вот такой почти зеркальный, конечно, редкость. На 1900 году бывает, но почти очень-очень редко. И портрет красивый, и рельеф высокий, и потертости вроде нет. Но как назло, прямо через переднюю часть портрета проходит раскол, отслойка. Иногда говорят, что такие отслойки свойственны предыдущим временам, когда кружки недостаточно хорошо готовились, чеканки. Может быть, в самом начале правления Николая Второго такое встречалось. Да ничего подобного. Практика показывает, что, наверное, в любом году среди любых типов монет такие отслойки или следы раскола штемпеля можно встретить. Причем иногда прямо острый аж палец обрежешь, острые края у этих отслойек. То есть монета действительно в обращении не была, не затерлась, все те самые следы отслойки на ней хорошо видны, но монету они не очень-то и красят. Поэтому вот так бывает. Встречаешь редкую монету, так хочешь положить ее в коллекцию, а большой дефект этого мешает. Что делать? Ну, мой личный взгляд, который я никому не навязываю, просто лишь говорю свое мнение, что если монета в целом вам нравится, несмотря на дефекты, а ведь мы подчеркиваем эти дефекты, можно сказать, врожденные. Монета такой появилась на свет, это результат недостаточно правильного прогрева кружка или вообще производства изначально монетной полосы из какого-то вспомогательного материала, который расслоился, что и привело потом появлению отслойки на поверхности. Но монета такой появилась на свет, то есть ее состояние на самом деле превосходное, но есть небольшой дефект. Если лучше по состоянию монеты вы не находите, почему бы не оставить ее в своей коллекции? Более того, она может и потом остаться в коллекции, когда у вас будет, например, лучше. Ну или, скажем, такой же, но без соответствующего дефекта. Зато может быть интересный брак, показывающий, как сложна была монетная чеканка в конце 19-го, начале 20-го века, несмотря на все ухищрения и, казалось бы, отработанную технологию. Все равно встречались плохо прогретые кружки, все равно расслаивались монетные листы, полосы и все равно эти отслойки на монетах хорошо видны, несмотря на то, что монета так или иначе хранилась, приходила из рук в руки на протяжении уже 120 с лишним лет. Но дефекты видны на ней, как будто она только что начеканена. Так что не отказывайтесь монет с небольшими дефектами, особенно если дефекты вырожденные. Возможно, у вас в коллекции появится необычная монета, интересных вам находок, красивых монет, пополнения коллекции. И обязательно смотрите наш канал, ставьте лайки, если вам нравятся выпуски, становитесь спонсором канала, приглашайте новых зрителей, своих друзей. Большое количество подписчиков, несомненно, поможет каналу. Спасибо большое, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова